Наряду с новыми коллекциями, которые выпускаются к каждому сезону, свои обновления представляют и производители декоративной косметики. Премьера сезона от Make Up For Ever – палетка теней, которую презентовали на прошлой неделе в Челябинске. Выход нового продукта стал поводом для встречи известных визажистов и всех тех, кому важен этой весной мейкап в последних тенденциях. Это бренд, который выполняет абсолютно многие задачи, которые ставит перед ней визажист. Это и стойкость, и пигментированность, текстура, и при этом максимальная естественность. С помощью продуктов этой косметики можно сделать и коммерческий макияж, и фэшн, и креативный, то есть на сколько хватит вашей фантазии. Каким бы ни был макияж дневным, вечерним или даже подиумным, он всегда начинается с ровного тона. Говорить о тональных средствах с визажистами можно бесконечно. Очень интересный момент, что у них есть темные тональные средства, очень хорошо для дневной коррекции. То есть если девушка идет куда-то и не хочет очень ярко выглядеть, очень удобно скорректировать именно просто тональными средствами. Они очень хорошо друг с другом взаимодействуют, очень удобно. Они дают максимально плотную текстуру, при этом незаметную, с идеальным тоном, но при этом никто не будет понимать, откуда эта идеальная кожа, не будет видно тонального на лице. Главной темой этой встречи стало выступление Анны Меркушевой, национального визажиста бренда. Макияж с применением новой палетки стал своего рода мастер-классом для любителей и профессионалов. Некоторые оттенки, например, можно использовать для хайлайтеров. Например, вот эти два, да, из холла-хайлайтеров. Они немножко разные по текстуре, они именно не первомутровые. Сзади вы найдете описание этих номера, и вы увидите, что здесь есть, в принципе, металлическая текстура, металлик. В чем ее фишка? Это не просто один пигмент. Это в одной синюшке создано три пигмента. Есть какая-то темная основа, то есть черная или темно-коричневая, и затем чуть светлее и чуть темнее. За счет этого, например, цвета получаются очень интересные. Но при этом их наносить нужно именно такими вот подгаживающими движениями, чтобы передать максимальный пигмент. Когда вот хочется что-то поэкспериментировать, ну, например, не хочешь покупать целую сушку, удобно купить палетку, попробовать. Маленькие объемы, они дешевле, они удобно скомбинированы. И плюс они всегда в тенденциях. Палетка очень яркая, сочная, с множеством сияющих текстур. Я вообще в макияже очень люблю смешивать тепло-холодность. То есть я использую и теплые, и холодные цвета на одном человеке. И даже на холодном я могу теплую гамму положить. Можно сделать яркие весенние и летние образы, смелые довольно. И можно сделать обычный макияж, который можно будет использовать, носить каждый день, такой, как нюх макияж. Есть и матовые текстуры, и сияющие, что тоже очень помогает в создании образа. В тенденциях макияжа весенне-летнего сезона по-прежнему остаются сияющая кожа и натуральность во всех своих проявлениях. А для вдохновения и выражения различного рода эмоций всегда можно обратиться к богатой цветовой палитре.